привет youtube привет подписчики и гости моего канала решил я сделать значит и полноценное сцепление то есть резина маховик диск все это поставить на тракторок вот значит буду делать из вот этих вот запчастей в качестве шкива буду использовать барабан от классики нарежу здесь значит хочу обойтись без токарки абсолютно без без токаря и сделать это как говорится на коленке да вот что еще хочу сказать шкив получится на размером на 270 принципе то что мне надо меньше стоит на 260 хуже не будет вот один барабан значит один маховик возьму вот чтобы не точить переходник конечно проще было по отвести это все токарю ну хочу сделать все таки своими руками и показать что можно это все дело сделать и абсолютно это не сложно плюс еще будут шкивы тоже самодельные значит понадобится еще ступица задняя с классики вот такая ступица понадобится мне для разметки переднего из стороны до классе x с восьмерка девятка эта схема у меня скачанная по барабану посмотреть хватает ли тела для кленового ремня профиля а диск сцепления понятно корзина либо такая либо так вот и будем сейчас это мы дело все делать при помощи дрели и болгарки ничего сложного абсолютно в этом я не вижу никакой сложности ну и в принципе если вы смотрите этот ролик значит что-то да получилось все погнали делать так но поможет мне понятное дело второго значит обработать диск распилить его как надо выбрать канавы то есть я сейчас подтанкрачиваю снимаю колесо передок у меня разблокирован завожу двигатель болгарочка и буду обрабатывать ну для удобства возьму буду использовать свою стойку стойку для болгарки вот чисто чтобы ее руками не держать что получится сейчас посмотрим сейчас сниму колесо поставлю стоечку поставлю выставлю болгарку как мне надо отрежу юбку вот эту сколько мне надо то вот столько она отрежется посюда все это дело потом размечу как может сточу все это сейчас буду делать камера стоять весь процесс периодически буду снимать и показывать что у меня получается короче начинаем прикрутил барабан вот так вот здесь пришлось чуть-чуть сбить все стало сейчас ставлю сюда стойку померяю я отрежу скорее всего я ее отрежу сколько мне надо остальное зашлифую вот эти ребрышки зашлифую здесь я отрежу так чтобы она вот как раз до внутренней части доставала и все чтоб меньше стачивать вот все погнали ставить стоечку так и так отрезал я алюминиевое кольцо вот оно чугунное кольцо вот так это все дело шлифовал сейчас вот эти собью зубяки вот так это все стоит у меня попробую этим если что поставлю заточной потолще чисто сейчас боком или ручной не знаю или заточной короче попробую тем не менее вот вот он алюминий видно где идет вот я чугун я трогать не буду потом померяем сколько у нас тела алюминия на профиль а должно хватить запросто все это дело будет снимать камера вот это ускоренная и наверное в конце ролика я в пиндюрю весь процесс все эти движения передвижения по этому барабану так сказать по этим шкивам вот такая вот штука все погнал я стачивать вот эти маленькой или эту сейчас поставлю на бок и заточным собью их как мне надо так получилось вот такая вот штука у меня на солнце блестит с этой стороны вот все это конечно от шлифуем когда нарежу канавы толщина значит сейчас и штангель возьму все конечно же померяю вот здесь вот вот этого алюминия должно хватит до чугунины дорезаю она будет держать все остальное думаю должно получиться не знаю или не получится или получится что-то да получится вот ширины вот это трогать не буду вот здесь будут у меня шкивы размечу и что то как то будем делать все это буду промерять конечно штангелем глубину чтоб лишачка не не дать все это потом вот это остренькая пройдусь напильник поставлю ли наждак или еще чё и собью эти все острые края и вот это зашлифую вот должно получиться так получается у меня вот такая вот штукинция вот доточил точу большим вот этим заточным широкий широкий как раз он отличненько сюда вписывается никуда не гуляет точу вот до видно да где пошла чугунина где алюминий то есть появилась такая дорожка вот дошли дошел я значит вот до сюда то есть вот это здесь 8 нужных мне миллиметров вот как то так все это тепленькое понятное дело замерил так еще поставил и замерил вот так вот то есть все как говорится большой роли тут играть оно не будет лишь бы угол нужный мне задать сейчас возьму вырежу шаблончик сюда прям по этому шкиву из жестянки и буду протачивать и промерять 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 как только все сойдется более-менее более-менее тогда уже наждачку поставлю все это о культуре культур мультур и все все сейчас шаблончик вырезаю прямо по вот этому шкиву и не буду даже и заморачиваться так ребятки что-то получилось вот такая вот красота вот он шкивочек отлично ремень становится практически можно было еще глубже но я не стал прям-прям-прям-прям туда сейчас вывернуть хочу его вот для чего для того чтобы было ну как говорится тело там да чтобы еще он в клин туда становился ты держу мне удобно не вывернулся ремень видно да зазорчик и здесь зазорчик вот этот клинушек вырезал по тому шкиву в принципе в принципе можно еще чуть-чуть шлифануть вот эту стеночку чуть-чуть сейчас на нас сделаю здесь да будет работать сам выберется как ему надо или еще раз шлифану и будет все и замечательно вот вот у нас стружка Ваня там токарный станок делает но у меня свой токарный станок видос там будет на ускоренном вот резец необычный брал вставил вот так на ребро подводил отлично снимает стружку правда вот залипает там напильник чуть-чуть и все и он его вот она крупненькая такая стругает мама не горюй ну болгаркой помогал конечно чтоб меньше ровнять потому что это тоже и все туда сюда напильником на ребро подводил ну так без фанатизма конечно чтоб вот этот самый отлично все обработал вот такие вот получились ручьи вот готовый шкив на 270 в клин встанут я думаю как за здрасте все никаких проблем нету тут у нас вроде похоже я имею ввиду по центрам по диаметру да а он его и так будет зажимать радиус большой ремень охватит хорошо поэтому здесь великая точность как бы и мне и не нужна все отличненько ну заводить не буду все это прекрасно посмотрят в конце вот как то так все сейчас это все дело снимаю ставлю колесо колесо ну рановато конечно еще колесо но тем не менее шкивок выточил ну посмотрим и так ну и ну и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 поставлю и отобью. Итак, мужики, просверлил я маховик, вот так вот сверлом на 14, все это у меня сошлось как надо. Вот сейчас буду прикручивать и снимать здесь 4 миллиметра. Сошлифую, чтобы я буду промерять вот этим диском так, чтобы вовнутрь маховик входил. Ну вот и все. Вот эта штукинса мешать не будет, она прячется вот сюда вовнутрь сцепления. Эта полуоси намного шире, чем ступица с передней классики. То есть вот так вот на бабах прикручиваю, болты они отцентруют ее, так как они немножко конусные. Я думаю, станет так как надо. Вот и все. Здесь, понятно дело, чуть побольше, а здесь где-то примерно 4 миллиметра надо снять. Тем не менее, все, начинаю шлифовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, значит, что у нас тут получается. Сошлифовал я вот это все здесь, что мне мешало и не нужно было. Сейчас наждачечкой чуть-чуть по этот самый. Вот так вот одевается плотненько, без люфтика. Ну и не свободно, как говорится. Все. Сейчас чуть-чуть пройду вот эти края острые. Или напильник поставлю, просто собью их, чтобы руки не резать. И корзину приквинчу. Она будет чуть больше. Тоже надо будет там ее спилить. Но это уже просто болгаркой спиливаю. И все. На этом все. Ничего сложного. 15-20 минут работы. Итак, все. Мы обточил я, значит, вот здесь вот все это аккуратненько, красивенько. Замечательно. Теперь остается одеть барабаном. Вот этот. Не хочет. Просто так не хочет. Заскочил. Здесь у нас все совпадает. По крайней мере, у меня поставлю подшипник. Сюда станет ступица. Но ее надо будет подрезать. Вот тут вот видно, я думаю, вот этот бортик идет. Вот по него обрежу. И подрежу. Гайку. Вот эту часть. Вместе с куском вала. Так, чтобы не выбирала туда, чтобы подшипник стоял на месте. И все. И буду собирать. И срежу вот это вот кольцо. Оно мне не нужно. Вот такая вот штука. Все. Сейчас обрабатываю ступицу и буду собирать. И получается вот такая вот чудесная всего лишь на все толщина всего этого сцепления. Вот. Попробую достать. Вылезла. Так что, ребята, вот готовое решение. Кто не знает, где взять шкив, посмотрите у себя под ногами. Возможно, валяется вот такой шкив. Кто не хочет заморачиваться с вот этими корзинами, всеми этими самыми, он имеет небольшой вес. Можно взять шлицевую часть, прикрутить. И вот он уже готовый шкив на треничный вал. Все. Ну, соответственно, отцентровать и прикрутить. Никаких проблем в этом не есть. И дефицита тем более. На металлоприемке даже можно на килограмм прикупить. Выйдет копейки. Вот такая штука. Все. Занимаюсь в ступице. Продолжаю собирать все это дело. Так. Обрезал я, значит, вот этот. Вот здесь вот эту часть. Вот она. Вот тут была. Вот она эта часть. Вот сзади отрезал. Вот эту вот часть за ненадобностью. Когда уже было отрезано это. И гаечку. Не знаю. Ну, видно будет, да? Темно. Солнца нет. И вот здесь отрезал. Прямо вот накрутил, закрутил. И сколько надо ее отрезал. Потом ее развернул. Вот этой пиленной стороной вниз. Все. И она заподлицо. Закрутил четыре болта сюда. И также же отрезал. Вот тут буквально, я не знаю, пару миллиметров здесь. Здесь. Короче, вот такие вот получились болты. Поменьше. Размером. Подголовку. Я думаю, затянутся. И никуда не денутся. Все. Сейчас собираю все эти вещи. До кучи. Скручиваю. И посмотрим, что получится. Как бы в собранном состоянии. Ну и заодно его, наверное, взвешу. Так. Чисто ради того, чтобы знать для себя. Так. Прикрутил я, значит, маховик. Вот. Значит. Ступица. Барабан. Все это соединил. Здесь есть зазор. Вот он подшипник широкий. Сейчас его забиваю сюда. Вот. Да. Гайки он доставать не будет. Ну и в западлицо станет. Здесь, значит, вал, если будет длинный. Первичный. Я его подрежу столько, сколько мне надо. Так, чтобы он встал. Нормально. Вот. Ничего там никому ничего не мешало. А может и не буду подрезать. Но это на коробке. Вот. Посмотрим просто, как оно будет выходить. Все. Сейчас это собираю. Этим обрезком отцентрую диск. Вот. Закручу болты. И покажу, что получилось в сборе. Взвешу. Взвесил я всю эту конструкцию. Получилась она у меня 16 килограмм 180 грамм. Вот такая вот компактная штукенция. Будет здесь какой-то кронштейн на раму. Здесь ремни. Здесь уже выжимной. Очень даже компактненький вариантик. Все. Сейчас. Что я там буду делать. Снимать. Все отсюда. Это у меня все прикручено. Два болта здесь. Два болта здесь. Все это снимается. Ставим вилку. Ставим выжимной. И думаем какое крепление сюда применить. Вот. Что-то да получится. Для удобства конечно сниму площадку. Вот тут откручу. Чтобы можно было подлазить. Ничего не торчало не мешало. Потом я двигатель выставлю. Так как мне надо. Где будут шкивы. Так я его и подвину. Он у меня регулируется. Что здесь. Что здесь. Такие же пропиленные прорези. На которых все это регулируется. Вот. Все. Разбираю. Как разберу. Поставлю. Но не буду еще не прикручивать. Ничего. Просто покажу. Как это все будет выглядеть. Примерно. Вот. Получается. Вот такая вот штуковина. Вот так вот вилка. Вот так все это компактненько. Коробка. Все. Значит. Что я там сделал. Сейчас сниму. Значит. Здесь я обрезал. Первичный. Так. Чтобы он не выходил за подшипник. Чтобы. Вот здесь. Штупица. Штупица. Не упирался он в гайку. Там вот гайка. Которая. Держит подшипник. Вот этот. Чтобы не упирался. Все. Это старенький. Взял подшипник. Одел. И по над ним. Болгарочкой. Срезал. Шлифанул. Этого достаточно. Все. Сейчас это все дело. Получится. Не получится. Не получится. Думаю получится. Все это дело. Поставил. Коробку снял. Зачем. Сейчас я ее буду двигать. Размечать. Где мне. Хочу. Вот этот трос. Снимается. Все. Сделаю. Крепление. Это. Такое же. Крепление. И. В раме. У меня вилка проходит. Я проверил. Отмечу. Где мне его приварить. И приварю. Вот такая штука. И гаечку. Приварю. Чтобы вот эта вилка не болталась. А поставить сюда пружину. Как она должна быть. Вот. В это. Крепление. Чтобы она. Стояла. Так. Как надо. Если у меня там. Легенькая. Где-то. Пружина. Висит. Вот. И. Посмотрим. Крепление. Сюда. Сделаю. Скорее всего. Из швеллера. Будет. Сделано. Но. Прикручиваться. К раме. Варить ее. Не буду. Зазора. Хватает. Она. Даже. За трубу. Выглядывает. Ну. Что-нибудь. Придумаю. Так. Чтобы можно было ее. Прикрутить. Это. Крепление. Просто. Сейчас. Это. Буду. Размечать. И там. И там. Одновременно. И. Уже. Покажу. То. Что получилось. В общем. То есть. Будет стоять. Наверное. Я сделаю. Покажу. Без двигателя. Дальше. Уже. Поставлю. Двигатель. На место. Попробую. Запустить. Ну. И. Покажу. Свои ощущения. Если. Будет. Это. Все. Тяжело. Выжиматься. Там. Что-то. Мне. Не понравится. Возьму. Со. Сцепления. Цилиндр. Рабочий. Главный. И. Поставлю. Где-нибудь. Его. Вот. Чтобы. Лапка. Давила. На. Рабочий. Цилиндр. Всего. Тут. Абсолютно. Хватает. Сделаю. Такой же. Переходничок. Как. Здесь. Я себе. Сделал. Небольшой. Переходничок. Такой. Сделал. Если. Мне. Что-то. Не. Понравится. Вот. Ну. Попробовать. Хочу. Интересно. Интересно. Так. Наверное. Все-таки. Поставлю. Сразу. Вот. Такую. Вот. Сцепление. Вот. Сюда. Сделаю. Сейчас. Крепление. Для него. Трубку. Укорочу. Сколько. Мне. Надо. Только. Цилиндр. Возьму. Хороший. Очень. Печальный. Вот. Педальный. Узел. Не знаю. Вот. Этот. Шток. Возьму. С него. И. Посмотрим. Может. Поставлю. Его. Здесь. Вот. Вот. Версти. Есть. Так. Чтобы. Он. Здесь. Варю. Шпильку. Поставлю. Сюда. Шток. Чтобы. Доварю. Пониже. Чтобы. Рычаж. Был. Хороший. Короче. Сейчас. Что-то. Придумаю. Либо. Эту. Педаль. Возьму. Они. Они. Взаимозаменяется. Ставится. Куда. Угодно. Вот. Просто. Добавить. Сюда. Шток. Чтобы. Выжималось. Сцепление. На. Наверное. Снизу. Добавлю. Чтобы. Рычаг. Больше. Ну. Удобнее. Там. Не знаю. Или. Пересверлю. Ее. Ну. Сейчас. Что-то. Придумаю. И. Все. Всем. Здорово. Мужики. Короче. Раскидал. Я. Опять. Эту. Все. Свою. Конитель. Что. Леплю. Э. Надо. Кое. Чего. Доработать. Ну. Вот. Так. Что. Через. Часочек. Примерно. Сейчас. Поеду. Запчасти. Улины. Куплю. Новенькие. И. Воткну. Сюда. Вот. Не. Сложно. Там. Разобрать. Там. Раскрутить. Корзину. Шесть. Болтов. И. Четыре. Болта. Вот. Вот. Тут. Гаечка. Все. Несчастная. Один. 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 Взял. Я. Новенький. Подшипник. Один. Новенький. Подшипник. Сюда. Потому. Что. Эта. Ступица. Бушная. Здесь. Видно. Обойма. Треснутая. Я. И. Сразу. Не. Стал. Новый. Подшипник. Рома. Правильно. Взял. Я. Новенький. Подшипник. новенький подшипник сюда потому что это ступица б ушная здесь видно обойма треснутая работа делалась стояла вот это вот старый стоял подшипник сейчас у меня уже все подогнал я только скрутить меняю подшипник один ставлю новенький подшипник туда все это дело скручиваю и буду уже устанавливать на место и на постоянку ну то есть чтоб уже сюда не заглядывать вот такая штукенция так что ничего тут страшного не произошло просто меняю подшипник и все вот такая вот петрушка так все заменил подшипничек потому что когда я подгонял все эти вещи у меня стоял старый подшипник потому что он много нужно было пилить точить там сверлить вот доработал маховик сбила здесь такой борт бортик есть вот он не знаю видно не видно но есть такой бортик несколько миллиметров его тоже я убрал то есть сошлифовал заточным так чтобы вот этот большая часть становилась упиралась в барабан чтобы не было перекоса потому что когда болт один можно дотянуть перетянуть он может стать где-то на перекос кажется ровно но на всякий случай я еще убрал вот этот бортик вот теперь он станет по всей плоскости вот этой прижмется сюда к барабану сейчас наверное еще чисто на вот эту часть просто щетку поставлю ржавчину отобью и буду собирать короче вот получается блин повода испортилась он сыпет то ли дождь то ли снег такой с дождем непонятно короче под край навеса закатил что тут сделал вырезал вот эту поперечную трубу которая была продольная заглушил здесь вот это все сделал так культур мультур тут мне пришлось выпилить тут же было мне еще два отверстия вот прям по ним все здесь уже наживил все отлично все замечательно по крайней мере по креплению вот тут еще срежу так под 45 чтобы не торчали вот эти углы там я с нижнюю срезал здесь доварил вроде как заглушала чтоб мало ли культур мультур все отлично крутится вертится но есть одно но восьмерочка видно да а почему восьмерочка вот здесь почему-то не дождался этот самый супица не дождалась до этого линейка залазит или чё так попало то или я не дождался непонятно вот из-за этого идет восьмерочка значит зачем это выпилил все вот это вот это чтобы корзину можно было снимать и трубу убрал и спокойно снимаю вот это крепление 6 болтов и корзина спокойненько вылазит хоть вверх хоть вниз хоть куда хочешь ну понятно вверх то удобнее сейчас место побольше уже вот теперь можно размещать мутить цилиндр будет известно понятно что к чему и почему сейчас раскручу шесть болтов здесь сниму и посмотрю почему у меня там этот сам не прижалась или что-то попало или заусенца на самом барабане но надо это все исправить это не беда и не критично я думаю все отлично крепление вот такое получилось два уголка сейчас разберу это все дело покажу но восьмерочку надо убрать не нравится все погода мерзкая но надо надо сегодня запустить уже этот аппарат так подраски дал я сейчас тут еще запилю решил я все-таки сделать вот такие чтобы можно было оставить торцовочный ключ то торцовой и закручивать гайку чтобы не мешало слишком близко получились крепления вот здесь запилил снизу так запилил и вот такая вот петрушка наверно сейчас еще вот здесь вот чуть-чуть вырежу что при мне помог свободно они-то залазят но с натягом таким буквально тут миллиметров пять с этой стороны миллиметров пять с этой стороны и достаточно будет ну чтобы вот эти вот остались на всякий случай для вот этого у меня съемный прикручивается если что-то пойдет не по плану можно прикрутить он даже я прикручивал он даже попадает сюда на шкивы как-то так получилось само собой не думал не гадал на натяжной попадает прямо на этот сам может даже его использовать просто без ничего поставлю двигатель выставлю кину пружину и будет постоянно натянутые ремни только не сильно выгибать а слегка это я еще посмотрю как двигатель будет натягивать все и вот этот вырез вообще не мешает никак снять корзину вылазь и вверх корзина стоит правильно вот он выжимной вот он она корзина диск дальше маховик все отлично так что полера не переживай все-таки делаю для себя как-то так все погнал его сейчас разберу сниму фасочку и там уже видно будет что чему и почему так мужики разобрал сцепление еще разок короче восьмерочка у меня пошла из-за чего из-за того что ступица с одной стороны не прилегала плотно к этой поверхности из-за того что я сразу не сделал вот здесь фаску здесь нужно фаска внутри она есть имеется фасочка я думаю видно а снаружи что-то я промахал и не сделал эту фасочку вот и было восьмерочка небольшая сейчас я тут фаску снимаю внутри и ступица приляжет полностью для диску все и так снял напильником фаску по всему кругу почистил площадь от всякого всякого нагара там я не знаю грязи чтобы уже наверняка все стало все сейчас собираю на место и буду устанавливать чего действительно снял фаску снаружи там по внутреннему этому все прижалась капитально восьмерка ушла я не знаю видно не видно как показать но нету и восьмерки все стало на свое место правда забыл вырезать ну один фиг мне еще снимать когда буду обваривать цилиндр вот этот сначала прикручу пластину сейчас подведу прихвачу тут там снизу потом это все дело сниму приварю чтобы он стоял как мне надо и буду уже ставить главный шток на педаль там никаких вообще проблем с тем нету вот это самое было противно это вот это вот штука там никаких проблем это более он лежит прикручивать да и все делай крепление до прикручивать и можно кидать двигатель ставить ремни и проверять короче что я сегодня сделал вчера я показывал вот этот узел вот цилиндр пришлось мне вот это ухо на нем подрезать ровно где-то примерно на этот шляпу болта подрезать и она теперь стала поуже потому что болт сильно торчал и ремни не проходили сейчас ремни спокойно проходят это осталось нормально здесь у меня видно не видно штуцер прокачки стоит сюда вниз даже на раму не попадет если прокачивать отлично короче полиона гайка за которую пружина держится шлана будет соединяться трубкой здесь и вот здесь вот отверстие возьму этой стяжкой просто вот так при колбашу чтоб она никуда не двигалась да еще трубка пойдет под рамой и выйдет сюда на цилиндр сделал вот такое крепление из уголка даже не мерил какой он уголок на 60 до для вот этого главного отлично подходит вот так вот это все дело будет остановиться чуть больше выжиг и напильником обработал но выжигала резаком для ускорения процесса так сказать все разметил теперь поставлю вот здесь вот так приварю к раме здесь снизу и может точку поставлю на крылу мало ли придется когда-то демонтировать то я тут подрежу тут но там отломать все вот так вот будет стоять здесь снизу все-таки на педальке добавил вот такую пластину как можно ниже чтоб она по надрамой ходила вот здесь ход 3 я замерил три с половиной сантиметра от упора до упора здесь ее подведу таким образом поставлю выставлю чтобы педаль чуть-чуть там не доходило до конца и это был уже как говорится финишный и ушней толчок то есть до упора ну а там она уже откинется сколько ей надо нет померил линейкой три с половиной хода тут можно настроить на такую вышину то есть тут будет минимум давить сейчас просвернусь здесь вставлю какой-нибудь подходящий арматуры кругляка я имею ввиду с той стороны обварю а с этой стороны буду одевать вот этот тягу эту и шплинтик через гаечку через шайба и все я думаю должно получиться в принципе все сложное уже готово шланг одену выведу бачок вот тут в сторону он не под коробкой капот задрал открутил долил допустим он будет выше стоять вот отсюда сразу заведу по драму и поведу туда трубки вот этой хватает ее даже отрезать сейчас еще буду или не буду это в сторону заверну чтобы соцельно не сделаю культур мульту сразу так сюда под коробкой капот задрал открутил долил допустим он будет выше стоять вот отсюда сразу заведу по драму и поведу туда трубки вот этой хватает ее даже отрезать сейчас еще буду или не буду и так в сторону завернув соцельно не сделаю культуру мульту сразу так сюда под коробкой капот задрал открутил долил допустим он будет выше стоять вот отсюда сразу заведу по драму и поведу край да я так понимаю но такой край вывел здесь у меня где-то пару миллиметров зазор то есть когда вот это все крутится а подшипник стоит на месте но это можно еще подвести до самого-самого минимума короче это пока так сделал здесь пару миллиметров там я вообще эти четыре там сколько надо там я их не выставлял потому что выжимной видно прекрасно сколько ему надо так чтобы он не крутится это вообще упрощает процесс нас настройки вот короче занимаюсь и так установил я главный цилиндр приварил уголок тут гаечку тут приварил пружину чтобы штук под пружину до просверлил поставил такую легенькую пружину чтобы штук стоял на своем месте здесь вварил ограничитель педали если вдруг зацепится кто-то ногой или батя или я чтобы штук не выскочил наружу вот обязательно ограничитель ну с таким люфтиком тут вроде как миллиметрик если надо его подогну туда-сюда это не вопрос приварил я только с одной стороны там не приварил если будет что-то не то отрежу да и все все выше назначь хода у меня педали вот такая это полный вылет цилиндра и вот не достает он сделал так чтобы не доставала до трубы потому что у меня здесь будет проходить металл обшиваться вот эти все вот эти вещи вот сразу сделал зазорчик вот такая штука это пока там сухой сейчас все это залью ну как это смазывал пока этот самый но тем не менее все штук ровненько все сейчас мы это все дело поправим этом вы дышать к все смазал все почистил грязь все мусор вы дышать к но все равно надо теперь залить жидкость погонять это жидкостью вот такая вот конструкция осталось еще бачок и патрубок и так закончил я монтаж вот этих вот вещей всех шланг не стал обрезать потому что буду что-то делать менять он еще у меня перенесется потом отрежу сколько мне надо здесь у меня вот так все вышло трубку вот эту даже не обрезал саму как мне надо под раму запустил здесь среди здесь и не видно тут даже можно и не крепить можно схватить хомутиком конечно пластиковым чтоб не дребезжала но тем не менее даже руками не могу просто так достать все сюда ушло под раму осталось залить жидкость поставить на место корзину прокачать двигатель и все и проверить в работе вот такая вот получается у меня штука все так мужики в очередной раз пришлось снять корзину и буду ее менять стояла вот это буду менять на вот эту значит что выяснилось очень тура выжимается с теплением уже спасибо мужикам подсказали сергей краснодар тебе вообще отдельно благодарность как определить него корзину от копеечной корзины по крайней мере здесь хоть надписи есть 2101 здесь вообще ничего нет то есть как сказал сергей на корзине в одном из мест есть такая вот типа типа сверление это значит и сцепление 2121 она намного жестче чем вот без одним без вот этого сверления это будет помягче но я решил все таки поставить эту корзину она намного легче чем вот эта корзина сейчас даже взвешу потом скажу цифры в сборе с вот этой корзиной и с вот этим диском это диск тоже такой тяжеленький этот диск намного легче вообще я не знаю сейчас я их перевешу и скажу сколько весит вот это сколько весит это сколько весит в сборе вот это тут корзина вместе со шкивом на этом сцеплении прошлое весело сколько я не помню 16 180 по моему если я не ошибаюсь посмотрим насколько будет легче времени только так кажется все сейчас собираю ставлю все это на место еще раз проверяю перевесил я вот этим электронам значит получается 5 500 диск и корзина этот диск и корзина значит 3700 вот насколько легче считайте сами все сейчас это устанавливаю сюда ставлю на место установил корзину тот диск взвесил теперь этот будем называть этот узел будет весит 14 400 а весил 16 почти 200 180 вот такая штука все пошел оставить и так сейчас буду переделывать вот это все точнее не переделывать это дело и как всегда вырубили свет на самом интересном месте короче решил я все-таки не переставлять цилиндр говорю тут все таки сделаю систему рычагом нашел такой вот это рычаг в металлоломе у себя вот такой вот он кривой и как раз подходит мне вот здесь будет стоять на оси здесь будет снизу тяга здесь соответственно таким вот образом поставлю вот поставлю думаю не знаю видно не видно вот здесь доварюсь чтобы можно было закрепить его очку поставить засверлю через болт там гайка ну понятно было вот это вот это отрежется это так чтобы пока разметить вот на лапке приварю вверх тоже рычаг какой-то да можно побольше потом лишнее отрежу насверлю отверстий вот так вот только вот здесь вот вниз у свет дали ничего себе хотел дядю гену приглашать стоит этот самый отдыхает на бокс вот сделаю короче вот это когда педаль нажимаешь и здесь тяга тоже будет у меня буду переставить здесь на сверлю то есть буду уже перекидывать и смотреть как мне легче ход уменьшится пока педаль пускай высоко стоит я посмотрю как она будет работать если чё шток укорочу педаль опустится вот все таких так будет мне сейчас быстрее проще доварить здесь крепление и доварить вот здесь вот рычажок небольшой просверлится все и проверяю а я видел и проверяю как он будет работать нужно должен работать то есть педаль у нас длинная здесь короткий рычаг короткий рычаг давит на длинный и дальше идет работать короткий рычаг то есть выжиматься должно вообще и легкотня ну хода хватит не хватит не знаю если конечно не попрет тогда уже буду отрезать все остальное ничего страшного сетуса лапка еще только не мудрил с ними еще одна есть новенькая посмотрим короче как это так все таки рычажная система и мне проще сюда внедрить на данный момент нежели это все дело отрезать переваривать перемирять сливать жидкость и все остальное вот такая штука короче порылся нашел и примерно знаю что с ним делать да где-то третья часть получается от этого всего тоже нас верлюсь буду переставлять смотреть как удобно а лишнее потом если за ненадобностью отрежу может оставлю вот никаких проблем все панал я варится свет выключат достану генератор как-то так и так получилось у меня вот такая вот штука вот так вот крепление на той же оси все вымерял вот так сюда варил гайку прямо вот в крыло подобрал болт нужного размера через втулочку закрутил всю рычаг выдышки туплю можно было еще поджать он очень туго закрутился вот поставил пружинку чтоб не выскакивала постоянно в напряжении в натяжении была такая легенькая там помощнее да и пружина поэтому вилку отжимает нормально отжимает вилку все подшипник не крутится стоит на месте взорчик есть вот я даже вот этим рычагом вот могу выжать рукой сцепление левой не могу правой в принципе не покатилась и нажимаю сцепление уже этим рычагом как бы могу рукой выжать сцепление стоит на скорости бросаем соответственно уже скорость включена а здесь еще будет другая система сейчас посмотрим чем они кулибины что не придумал все там через шплинтик через этот единственно тут варил все подошло нашел рычажок он как раз так что продолжаю продолжаю кулибничать и так продолжаю значит выставил педаль подложил кусок трубы максимально высоко как только можно да можно еще выше но мне незачем вот этот максимум который выставил я здесь просверлил еще 388 рачкой сверлом таким же как и было все для чего которую вот такую вот пластину кусок просто взял смотрю подошел даже размер не буду говорить потому что все по месту насверлил вот столичка дырочек дырочек аж 13 штук говорится чертова дюжина вот и буду варивать ее вот так вот вертикально вот сюда зачем здесь будет у меня стоять тяга и буду ее перекидывать так сказать регулировать как ход до легкость хода до чтоб педаль нажималась и будет этим самым регулироваться еще и вышина педали то есть тягу перекинул там поверху педаль опустилась тягу там сюда педаль поднялась плюс выжимной сила если мне надо там этот самый здесь может рычаг поменьше здесь побольше то есть и куча просто будет регулировок вот поэтому делаю вот таким вот образом чтобы уже ничего не подгонять а только переставляй болты да и все и регулируй как тебе душе угодно вот так вот я его вертикально ввариваю чтобы не был ход туда сколько надо назад не буду заваливать потому что от этого ничего не изменится вот такая вот у меня задумочка все значит 13 здесь отверстий здесь 4 вот 13 умножьте на 4 вот столько вариантов регулировок здесь можно выставить вот так вот такое решение принял и так получилось у меня вот тут куча регулировок вот здесь вот 13 здесь 4 здесь 6 за 52 еще умножить на 6 вот вам еще варианты регулировок для чего сейчас вообще выжимаю одним пальцем большим вот он стоит на скорости вот ну это так уже это нефиг делать вот палец берем большой палец и выжимаем сцепление и у нас корзина спокойненько выжимается даже одним пальцем не говоря уже за ногу это я так уже гуляюсь тут все под ногу я конечно же здесь сделаю чуть пожестче хода будет меньше это по максимуму ставил хода сделаю поменьше но для ноги в самый раз отлично мужики вообще я не знаю я доволен все сейчас тут все собираю выставляю на ногу усилия чтобы минимум хода максимум эффекта и тулю двигатель все доработал тут буквально вот рычаг вот они все 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 работает это вот таким вот образом понятно рукой на вытянутой даже выжимаю стою с этой стороны а вот спокойно выжимаю рукой в на вытянутую этого вчера не было даже ногой не было понятно но это мне на руку не надо я его сделаю сюда где-то на 3 поставлю а здесь подниму повыше на ногу будет самый раз и ход педали будет минимальный минимальный сделаю вообще чтобы минимум это высоко чтобы вообще там вот что хотел то и сделал отлично отлично я доволен все собираю до кучи так мужики собрал я все это до кучи здесь ремешок не натягивал сильно хватает ему аж бегом трясется слегка ночью я поставил на место прижимной ролик в качестве успокоителя вот на холостых он как гасит все равно гасит вибрацию ремней плюс дает натяжку ремней все видно показать шевелятся то есть дает на тяжечку вот на холостых его колбасит но когда даешь газу он становится выравнивается и отлично все работает кто думал что разлетится первый запуск нифига будут следов уже на кругу в 10 по двору врезал взад вперед лево-право дрифт и все дела и с прогребами на 4 понятное дело то что пустой разница ощутимая вообще кайф мягенько все переключается даже на ходу без рывков нигде ничего не пищит не свистит лапку я подгоню сейчас дождь идет сиденье мокнет на загнать его под навес это я настрою здесь она вот она все сверху это уже по сухому все главное что работает сейчас я заведу ну а пока тухи уже в следующем видосе обязательно камеру поставлю нарежу там кругов не знаю спереди может закреплю так снизу сбоку сверху короче покатаемся еще мы на этом диске в следующем видосе сейчас мы его заведем посмотрим так что у нас тут а не тралочка не тралочка а то я колесо разблокировал когда проверял у меня на месте стоял карданы крутились узнает шуме блокировка те вкусе все ровненько все четко крутится вертится даже направляющая попала вот это вот прошлый прижимной ну тут чуть-чуть его подработал вот и все и он гасит вибрацию ремней так что как то так вот мужики спасибо за подсказку кому понравилась данная самоделка а именно сделанная без токаря руками болгарка дрель основной инструмент ставьте лайк кому не понравилось пожалуйста это токаря вниз палец обязательно вот комментируйте добавляйтесь к нам в группу самодельщиков ссылка будет в описании парни классные спасибо сергею который помогал мне с корзиной с выбором и всеми этими моментами сережа краснодар ты лучший следующий видос покажу со всех сторон как чего почему дождь идет неудобно следующее скорее всего будет замена двигателя на более мощный доделка как говорится доделка доделка всех этих моментов и нюансов все все работает все замечательно всем пока подписывайтесь на канал будет очень еще много интересного не только по нему но и по другим говорится вещам все давайте до до встречи друзья